Всем привет, с вами Хевис, и сегодня я вам покажу все пасхалки на спецоперации ограбления, где они находятся и как их сделать. Также парочку пасхалок на новом полигоне и на новой карте в режиме Блиц, где появляется огромная уточка Годзилла и дышит огнем. Дожились, я уже снимаю видео о том, как уточки дышат огнем. Что будет дальше? НЛО будет похищать огромную акулу? Хотя нет, это уже было. Но перед этим розыгрыш на один доступ к Баттл Пассу или 800 кредитов. Для того, чтобы принять участие, вам нужно поставить лайк этому видео, быть подписан на канал и написать интересный комментарий, по которому я выберу победителя. Вот предыдущий победитель розыгрыша. Ему просьба подписаться мне в личку ВКонтакте или здесь на Ютубе. Также переходите на мой дискорд сервер, в котором мы часто сидим, общаемся или помогаем проходить спецоперации. Рой, Блэкут или другие. Ссылка на сервер будет в описании. Всех ждем. А мы переходим к пасхалкам. Архниды на ограблении. Целых три этажа с жуками, которых мы встречали на спецоперации Рой. Проходить эти этажи с архнидами немножко сложнее, чем с обычными ботами. Из-за того, что появляются элитные цветки, по которым нужно долго стрелять, чтобы их снести. Но если вы все-таки хотите попробовать или удивить своего друга, то вам нужно стрелять все зеленые колбочки с жуками. Всего их на карте 16 штук. Первая всегда находится с правой стороны в начале, как только вы появляетесь. Поворачивайтесь направо и расстреливайте ее. Вторая такая зеленая колбочка появляется уже на веревке. Когда вы поднимаетесь на одном из этажей, либо справа, либо слева. Тут каждый раз рандомно. И только одна колба. Больше искать не надо. После того, как вы подниметесь наверх, на первой из трех сейфов, вы расстреливаете все зеленые колбы, которые видите. Первые две находятся на столе. Третья возле цветка, в дальней части комнаты. Возле дверей, где выходят боты. Четвертая колба на этом этаже всегда на балконе. Последние две зеленых колбы находятся в закрытых комнатах, где спамятся боты. Так что как только они откроются, сразу же расстреливайте колбы. Потому что двери после вертолета закрываются. И достать их уже нельзя будет. Если вы все сделали правильно, то у вас уже 8 штук. Осталось еще половина. Вы поднимаетесь на веревке, и здесь также на одном из этажей будет одна колба. На каком, я вам не скажу, потому что здесь она рандомна. Поднимаетесь наверх, и здесь они расположены немножко по-другому. Одна внизу на столе. Одна на балкончике сверху. К третьей нужно подняться на лестнице. Она находится сверху, над сейфом. Также на столе. Следующие три находятся с левой и с правой стороны в закрытых дверях. Обязательно в эти двери загляните, пока с них выходят боты, и расстреляйте три колбы. У вас должно получиться 15 штук. Последняя шестнадцатая находится в сейфе, с правой стороны. Если вы хотя бы одну из них пропустите, то у вас ничего не получится, и жуки не появятся. Так что будьте внимательны, надеюсь, вы запомните, где они все находятся. Также за то, что вы расстреляете 100 этих банок с жидкостью, вы получите достижение. А мы переходим к следующей пасхалке с фейерверком на крыше. И также красивым достижением за него. Эта пасхалка делается очень просто. В первом сейфе, который мы вскрываем, находятся две уточки. Первая из них стоит на столе и смотрит на вас, когда вы только заходите в сейф. Вам нужно по ней несколько раз выстрелить, чтобы она исчезла. Вторая находится в дальнем правом углу сейфа, возле денег и золота. Хотя это же банк, там деньги и золото везде. Странно, что они туда не запихали золотую статую Хаймзона. Я бы не удивился, если бы такое было. Третья и четвертая уточки находятся во втором сейфе, который мы вскрываем. С правой и с левой стороны, возле взрывчатки. И последняя пятая уточка находится на крыше, которая нам дает достижение, после того, как мы ее расстреляем. И появляется такой вот красивый фейерверк, перед тем, как появятся джиггернауты. И последняя пасхалка на спецоперации ограбления. Это бойцы Warface, которые отдают честь и стоят на одном из этажей, на втором подъеме. Как они активируются, как их сделать, я не знаю. Если вы знаете, как их активировать, то пишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать и узнать, как они делаются. А мы переходим к пасхалкам на полигоне. Первая пасхалка – это тайная комната, которую можно открыть, если сбить все камеры на полигоне. Проходить паркур или полосу препятствий на время не нужно. Главное – не пропустить ни одной камеры. И тогда тайная комната откроется. Первый раз, когда вы туда зайдете, поец Warface будет отдавать вам честь. Проходим дальше и слышим красивую музыку, и видим зеркальный шар. Похоже на то, что Warface устроили дискотеку в тайной комнате. А на столе лежит бумажка с кодом от следующей пасхалки. 117102. В такой последовательности вам нужно подергать картины, чтобы открыть сейф. В котором лежит Аберон. Еще куча золота и денег, которые мы, к сожалению, потратить не можем. Вся эта тема с картинами мне очень напомнила игру Hitman 3. В одной из миссий там было что-то похожее. Также нужно было открыть сейф. И также нужно было дергать некоторые предметы. Не только картины, но еще и часы и что-то другое. Что-то мне подсказывает, что именно оттуда они взяли идею с картинами. А мы переходим к последней пасхалке на сегодня, которая находится на карте ограбления. Режим Блиц. 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 Чего-то такого от разработчиков я не ожидал Но тем не менее, Warface не перестает нас удивлять интересными пасхалками А уточки это вообще отдельная история Нет ни одной новой спецоперации, в которой бы не было уточек Маленькие, большие, средние, в шляпе, с сигаретой Какие только не бывают у нас уточки Но огромной утки, которая дышит огнем, такого еще ни разу не было Чтобы сделать эту пасхалку, вам нужно попасть за сторону Блэйквуд И пострелять по пяти уточкам на крыше Все эти уточки появляются рандомно, по всей крыше И появляются они только на одну секунду Если вы хотя бы по одной промахнетесь, то пасхалка уже не сработает И вам придется запускать новую карту Потому что в следующем раунде уточки уже не появятся Так что зовите своего друга и сделайте эту красивую пасхалку с Годзиллой А я на этом с вами прощаюсь Спасибо всем за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И пишите в комментариях, какие пасхалки знаете вы Увидимся в новых видео